Среди сотни обычных, осколочно-фугасных, десятки фосфорных боеприпасов. У меня в руках сейчас находятся контейнера от фосфорной мины, снарядом. Процесс его образования таков, что при взаимодействии с кислородом происходит возгорание фосфора. Либо во взаимодействии с горючей смесью. Сначала загорается фосфор, потом разогревает до 800 градусов, после чего срабатывает сам заряд снаряда. Это практически даже не против нас. Они сбрасывались туда, как ни странно, там, где нас нет. Так против кого? Против кого они вообще воюют? Перед тем, как подорвать так называемую закладку, ополченцы выставляют оцепление. Два километра надо всех очистить за два километра. Взрыв делают направленным, вниз, чтобы осколки снарядов даже случайно никого не убили. После подрыва на месте белые пятна. Вот следы от горения фосфора, видите, оплавленные. Это ядовидные. Белый налет, черная плавленная земля, это следы от горения фосфора. Вот они. А подразделения вооруженных сил Украины продолжают наносить удары по позициям бойцов ополчения и пожилым кварталам городов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Под огнем по-прежнему улицы Донецка. В нашем распоряжении оказалось видео с беспилотного аппарата. Это район аэропорта. Здесь продолжаются боестолкновения. Наблюдатели каждый день фиксируют случаи нарушения режима прекращения огня. Украинские подразделения, которые находятся в старом здании терминала, предпринимают попытки с боем выйти из окружения. Бойцы армии ДНР еще до подписания Минского протокола взяли в двойное кольцо группировку. В ходе таких попыток артиллерия силовиков, которая находится в Маринке и Авдеевке, открывает огонь, но снаряды взрываются на окраине Донецка. Вот, хорошо видно, в результате попадания практически разрушен автосалон, здание в огне. Взрывы опять и в Петровском районе, прямое попадание в жилой дом. Обстреливали сегодня и Киевский район города. Интенсивность артиллерийских ударов растет, несмотря на перемирие. Растет и разочарование в связи с действиями украинских силовиков. Здесь, в Донецке, действительно не понимают, в чем тактический смысл убийств мирных жителей. Не понимают и как дальше верить в обещания киевских политиков, которые, похоже, пока не могут остановить удары пожилым домам. Евгений Поддубный, Александр Пушин и Дмитрий Масленников. Вести. Восток Украины. Сегодня между силами самобороны Донбасса и киевскими силовиками должен был состояться очередной обмен пленными. 50 ополченцев на 50 военных. Но он не состоялся. Украинская сторона так и не подготовила списки пленных. В Донецк тем временем возвращаются те, кто последние недели и месяцы провел в руках украинских спецслужб. О том, что им пришлось испытать, эти люди рассказали нашему корреспонденту Алексею Кулику. Активная стрельба со стороны Донецкого аэропорта происходит почти каждую ночь. Группировка украинских силовиков уже который день пытается вырваться из блокады. Аэропорт полностью разрушен. Продовольствие почти на исходе. И удерживать позиции становится все сложнее. В основном снаряды летят в жилые дома и дворы. Каждый раз, когда начинается активная стрельба, бегут в подвалы или бомбоубежище. Мы вчера залезли в пол 11 утра. В пол 7 я вылезла. В туалет и домой. В туалет и домой. У меня дитё сутки голодное сидело в подвале. Сколько это будет продолжаться? Под миномётный удар попала вот эта гимназия. От классов ничего не осталось. Снаряд Града попал прямо сюда, в крышу школы номер 33. Сейчас на месте четвёртого этажа пепелище. По вполне понятным причинам армия ДНР привлекает военнопленных для разбора завалов и ликвидации последствий таких точечных арт-ударов. Пленные утверждают, они не знали, что стреляют по обычным мирным жителям. Им просто дают координаты. Пока мы здесь, мы увидели всё наоборот, как это не так, как украинская армия бомбит гражданское население, дома рушит, роддомы, детсады. Дети ни в чём, гражданские люди не страдают, очень жалко. Нам стыдно. Мы сами в шоке, потому что мы уже пришли не вас защищать, а сюда как бандиты, к вам с оружием. Пленные украинские солдаты говорят, что они ни в чём не нуждаются, кроме свободы. Обращаются с ними гуманно. Чего не скажешь о тех, кто вернулся из украинского плена. Вот борьба, вот ребра слова. Выпирает куст. Вот это остались от этих отзаживок. Но это ерунда, это подходят вот такие руки. Сейчас этих вот пальцев полностью, вот этих вот сторон я не чувствую. Ожоги, незаживающие язвы и психологические травмы. Такими ополченцы зачастую возвращаются домой. Алла Андреевна возила гуманитарную помощь в Славянск. Арестовали за то, что кормила ополченцев. Ну убивали. Я женщина. Каждый проходящий укр, который проходил, когда нашёл удостоверение ДНР, по голове бил и говорил, сучка сепаратистская. Ты кормила их, тварь. Держали в яме с мешком на голове. Несколько раз собирались расстрелять и закопать на месте. На территории аэропорта в Краматорске. Насиловать хотели. Вот есть свидетель, которому меня предлагали насиловать, чтобы его выпустили. Есть даже такие свидетели. Мы видим именно звериное отношение, нечеловеческое. Людей пытают. Людям выжигают на теле надписи «Сепара». «Сепар». Фашистские кресты на ягодицах. Да, фашистские кресты на ягодицах выжигают. Аллу Андреевну сломить не удалось. Она готова дойти до Страсбургского суда, чтобы доказать факт применения бесчеловечных пыток к военнопленным. А пока она помогает своим товарищам. Сбором и раздачей гуманитарной помощи. Вернувшимся из плена попросту нечего надеть. Одежду собирать не то, чтобы с миру по нитке. Большинство гуманитарных грузов поставляют из России. Эмоции в отношении и Украины, и России бывшие военнопленные не скрывают. Зашла к Укровскому пленному, достала сигарету и протянула. Говорю, я вышла с плена. На тебе сигарету. У него ноги нет. На, покури. Я тебе даю сигарету. Потому что мы не такие звери, как вы. Он заплакал. Алексей Кулик, Азат Атагонов, Андрей Руденко, Вести, Донецк. А президент Украины Петр Порошенко сегодня прибыл в США и уже выступил в Конгрессе. Украинский лидер приехал за поддержкой Вашингтона, а накануне с той же целью побывал в Оттаве, где некоторые пассажи в его речи вызвали овации. Не столь восторженный прием готовят тем временем Порошенко на родине. Правый сектор обещает ему судьбу предшественника Януковича, если тот вовремя не опомнится. И в отсутствие президента в прессе появилось сообщение о том, что вариант одобренного Радой закона об особом статусе Донбасса кем-то исправлен после его принятия. О предвыборных настроениях в Киеве Ольга Мещерякова. Этой ночью в Фейсбуке заявление лидера правого сектора Дмитрия Яроша на интернет-пространстве евроинтегрированной позавчера Украины, где легитимность президентских выборов как высшее достижение демократии – прямая угроза президенту. Если Петр Алексеевич Порошенко не опомнится, у нас на Украине будет новый президент и главнокомандующий. Если кто в это не верит, то пусть напишет письмо Януковичу. Тот подтвердит, что неосуществимое осуществляется. Ярош продолжает президентский закон об особом статусе Донбасса, где неподконтрольным Киеву регионом на три года передано право на самоуправление. Тем, кто сражался на стороне ополчения, гарантирована амнистия, антигосударственный мятеж. Голосование депутатов Верховной Рады, 277 голосов в поддержку закона, не имеет юридической силы. Тему подхватывает командир группировки Организации украинских националистов Николай Кахановский. Цитата «Украину продали». Предложение Яроша – устроить переворот, обретает практическую форму. Установить в стране национальную диктатуру, уничтожить олигархат, ввести военное положение и сражаться до победы. Все, что теперь так близко – некогда соратница президента в борьбе за правое дело Юлия Тимошенко. Она назвала законы о Донбассе антиукраинскими. Ее соратники по партии «Бытьковщина» намерены оспорить документ в Конституционном суде и уже собирают подписи. Еще не поздно вернуться на проукраинские патриотические позиции и наложить вето на оба закона. Учитывая то, что после принятия этих законов никакого мира не наступило. Трактовку Тимошенко корректирует радикал Лешко. Еще жестче, еще понятнее, чтобы избиратель проникся. Они проголосовали за особый статус Донбасса, за то, чтобы сепаратисты, убийцы, преступники были амнистированы. За то, чтобы те, кто развязал войну на Донбассе, баллотировались в органы власти, начиная с сельских советов до Верховной Рады. Если мы хотим мира, мы не должны отдавать Донбасс и лишаться своих территорий. Это измена. Это капитуляция Украины. Нет, не Украины. Это капитуляция президента Порошенко. Вся эта полемика в отсутствие первого лица. Президент Порошенко отправился в Северную Америку. В Канаде под бурные аплодисменты комментируют ратификацию соглашения с Европой. Это было последнее досвидание от Украины Советскому Союзу. Это был последний Рубикон, который мы должны были преодолеть. И мы никогда уже не вернемся назад к нашему ужасному прошлому. После этого его уже ждут в Америке. Порошенко еще не знает, что последнее до побачения ему готовы устроить на родине. И с радостью принимает подарок от американских друзей. К визиту украинского президента в Сенате внесли на рассмотрение законопроект в поддержку свободы Украины, новые жесткие санкции в отношении России и прямую поставку оружия Киеву. Я прошу, чтобы США были сильными, следовали своим принципам и продолжали усиливать санкции против агрессора. Они важны по многим причинам. Санкции помогли нам определить, где плохое, а где хорошее. Они помогли нам защититься, выстоять, опираясь на моральные принципы и не скатиться в индифферентность и прагматизм. Вместо отбывшего по делам государственной важности президента, за двоих оправдывается спикер Верховной Рады. Крипично ставлюсь. Это голосование, это следствие переговорного процесса. Я уверен, что Верховная Рада Украины должна была дать возможность президенту реализовать его мирный план. На фоне всей этой дискуссии в прессе появляется сообщение. Закон об особом статусе Донбасса под шумок исправили. В первом варианте, за который проголосовали депутаты, значилось. Границы особых донбасских регионов определяет Верховная Рада. Но почему-то утром на парламентском сайте уже совсем другой текст. Территории устанавливает руководитель антитеррористического центра при СБУ. Становится понятно. Партия войны вышла на предвыборную дистанцию. Первый выстрел точно в цель. Я предполагаю, что как раз в результате того, что пытаются сделать нынешние партии войны, кровь придет в Киев. И они сейчас диктуют, незаконное формирование диктует украинскому народу свою волю. И они сегодня как раз и составляют быть в тех, кто находится при власти, исполнительными воли по разжиганию этой войны. А война здесь, прежде всего, в интересах американцев проходит на территории Украины. И в интересах, безусловно, крупного капитала киевской власти. Официальному Киеву нужна была карманная рада. Та, что всегда поддержит антироссийскую риторику и по первому требованию отправит маршем войска на Донбасс. Первый шаг президента на предвыборном старте – создать коалицию из провластных движений. Но кроме собственной партии солидарности, карманного боксерского удара, желающих попасть в президентский блок оказалось немного. В очередное отсутствие президента он и на партийный съезд не смог приехать первым номером. Президентского списка назначает себя мэр Киева Кличко. Но главный вопрос, который волнует всех – когда в кранах появится горячая вода. Чтоб горячая, холодная вода протворилась в горячую, ее потребно педереть. Понятно. Для чего потребен газ? С газом мы ждем, когда нам дадут газ. Газа нет. Переговоры с Порошенко о выступлении единой команды начали было Яценюк и Турчинов. Но амбиции не позволили договориться. Созданный Яценюком Народный фронт отправляется на выборы самостоятельно. Высказывание премьера с каждым днем все радикальнее. Их позиции возвращают нас в прошлое олигархическое. И Яценюка, и Ляшка, и Тегибка. Это проекты, которые чисто игровые проекты, реально не представляющие интересы какой-то части населения. А узких групп финансового капитала. Что касается Юлина, это ее попытка вернуться на первые позиции в украинской политике. Очень тяжело ее реализовать. Сбройные силы Украины теперь, похоже, разменная карта в предвыборной гонке. Если у тех, кто идет на выборы единым фронтом, что-то пойдет не так, нет никакой гарантии, что удар по восточному направлению не поддержат киевским блицкригам. Ольга Мещерякова, Александр Балицкий, Александр Чуканов, Илья Кузьмин, Никита Чупин, Вести, Киев. Возвращаясь к заокеанскому визиту президента Порошенко. Независимо от внешних атрибутов американского гостеприимства и исхода переговоров, прием, который ждет его в Вашингтоне, едва ли можно будет назвать теплым. Украинскому президенту предстоит объяснить своим американским кураторам, как соотносятся его прежние агрессивные милитаристские просьбы о масштабной военной поддержке для уничтожения так называемых террористов с последними попытками замерить Донбасс и с принятием закона об особом статусе районов подконтрольных ополченцев. Также очевидно, что основная цель американского визита Порошенко – деньги. Деньги для поддержки на плаву, стремительно летящей в пропасть украинской экономики. Накануне руководство МВФ МВФ крайне жестко одернуло премьера Яценюка, решившего пожаловаться на недостаточность зарубежной финансовой помощи. За такое очередной кредит вообще могут не дать. Тем более, что судьба уже ушедших на Украину денег вызывает у фонда серьезные подозрения. В США Порошенко ждет еще один неприятный сюрприз. Там обнаружился и исчезнувший был командир батальона Донбасс Семен Семенченко. Некогда он обещал закончить войну в Москве, но в итоге растерял свой батальон под Иловайском, а сам бежал с поля боя. Завоевать высокие кабинеты Вашингтона Семенченко тоже не сумел, но зато активно дает интервью, в которых критикует Порошенко и заявляет о своих амбициозных планах. Что человек в камуфляже делает в окрестностях Белого дома, пытался понять Дмитрий Мельников. Маловероятно, чтобы командир карательного батальона Донбасс числился в списках официальной украинской делегации в США. Тем не менее, Семен Семенченко уже не первый день разгуливает в камуфляже по Капитолийскому холму. По собственным словам, в Вашингтоне он ведет переговоры сразу с несколькими государственными ведомствами. В этом интервью «Голосу Америки» накануне официальных переговоров Обама и Порошенко Семенченко сообщил, что почти договорился о том, чтобы командиры батальонов смогли пройти обучение в военной академии США «Вестпоинт». Это меры по укреплению армии и, прежде всего, созданию системы, при которой идут наказания за преступления, за отсутствие результата и поощрение тех, которые результаты добиваются. Дезертиры возводятся в ранг героев, они спасли ребят, хотя на самом деле бросили. Сейчас работают компании дискредитации по основным лидерам, которые призывают сопротивлению, то есть льются просто потоки грязи на них и внутри страны в том числе. Поэтому информационная безопасность и очень важна. Но на Украине хорошо известно, что Семенченко сам в числе первых бежал с поля боя, оставив подчиненных погибать в котле под огнем ополченцев. Подтверждений каких-либо встреч с официальными лицами США Семенченко не представил. Достоверно известно лишь, что в Штатах командир Донбасса общался с представителями украинской диаспоры. Она здесь насчитывает до 15 миллионов человек. Накануне вести спрашивали у чиновников Госдепа, зачем и почему приглашению одиозный командир каратели обивает пороги американских ведомств. Мне неизвестно о каких-либо встречах официальных лиц США с этим командиром во время его пребывания здесь. Я не могу говорить за членов Конгресса, и они, наверное, этого бы и сами не хотели. Но нет никаких встреч с представителями исполнительной власти, о которых мне было бы известно. Я снимаю балаклаву. Не исключено, что миссия Семенченко в США скорее популистская. Его батальон отличался особой жестокостью по отношению к местным жителям. После совершенных преступлений батальоны Донбасс и Айдар теряют популярность даже среди ярых сторонников киевской власти. Здесь, в США, он активно критикует верховного главнокомандующего, который в эти минуты прибыл в Вашингтон. Я не представляю, каким образом можно отдать фактически все той стороне и простить всех. А они ведь нас не простят. Семенченко, чье настоящее имя Константин Гришин, студент в ГИКа, изучавший режиссуру сериалов, сейчас открывает новый политический фронт, готовится баллотироваться в Раду и делится с голосом Америки своей политической платформой. Я, например, принял для себя решение и взять с собой также тех бойцов, которые для этого готовы, идти в парламент с группой, в том числе и с мэром Львова. Потому что, когда разделяют страну, рассказывая одной части про бандеровцев, а другой про москалей, а пока это происходит, пока мы ругаемся, шарят по карманам, это недопустимо. Нужно эту страну сшивать. Я хотел бы в парламенте сделать все для того, чтобы страна стала фактически вторым Израилем. И фон, и форма для этого интервью были выбраны явно не случайно. Неизвестно, пустили ли Семенченко внутрь хоть одного официального органа власти. Так или иначе, его визит в США не мог остаться незамеченным для американских спецслужб. В Вашингтоне каждый полевой командир на особом контроле. Дмитрий Мельников, Вести. Европарламент сегодня принял резолюцию с призывом к новым санкциям против России. Достигнутые Москвы результаты в мирном процессе на Украине депутаты, судя по всему, так и не заметили. Или не хотят замечать. Теперь они предлагают Европе перестать сотрудничать с нашей страной в ядерной сфере, и исключить Россию из системы международных расчетов с ВИФ. При этом в Брюсселе с досадой признали, что все же не имеют права отменить проведение следующего чемпионата мира по футболу в России, поскольку это право изначально принадлежит только ФИФА. А там уже заявили, что ничего подобного делать не намерены. Несколько минут назад боевики группировки ИГИЛ разместили новое видео с еще одним британцем Дэвидом Кентли. На нем заложник, так же, как и его предшественники, облачен в оранжевую рову их тюрьмы Гуантанамо и призывает остановить западные силы, которые борются с террористической организацией. Отличие этого ролика в том, что он был снят не в чистом поле, как предыдущие, на которых были убиты двое американцев и один британец, а в помещении. И выступающего, к счастью, не убивают. Тем временем, лидеры британских мусульман призвали радикалов исламского государства освободить другого подданного Великобритании Аллена Хеннинга. Совместное обращение представителей различных течений ислама сегодня было опубликовано в газете Independent. А власти Австралии, видимо, напуганные такой активностью экстремистов, провели этой ночью самый крупный в истории страны контртеррористический рейд. Проверки прошли в Сидне, Логане и Брисбоне. Задержаны 15 человек, которые, предположительно, могут быть связаны с ИГИЛ. Сами боевики уже в открытую грозят штатам. В интернете появился ролик о готовности радикалов к великой битве с американцами. На этом фоне Барак Обама заявил, что вводить войска в Ирак все же не будет. О том, что или кто его останавливает, репортаж Валентина Богданова. Вернувшийся из Вьетнама с ранением лейтенант Джон Керри и сам бы, наверное, взял в руки плакат, чтобы крикнуть на весь Сенат «Нет новой войне». Но 44 года спустя госсекретарь Джон Керри по другую сторону. Это не война в Персидском заливе 91-го и не война в Ираке 2003-го. Во-первых, на этот раз американские солдаты не будут участвовать в боях. В течение последнего десятилетия мы используем другую стратегию, при которой не наши сухопутные войска, а местные силы делают все то, что они должны делать для себя и своей страны. Во-вторых, я хочу внести ясность. Американские войска, которые на сегодняшний день базируются в Ираке, не будут выполнять никаких боевых задач. Убедил Керри пока что нижнюю палату. Голосование 273 на 156 в пользу стратегии Обамы. Сенат рассмотрит план 19 сентября. Но парламентским успехом, которому одинаково рад и демократический, и республиканский избиратель, войну не выиграть, продолжают повторять генералы. Половина иракской армии небоеспособна, признается председатель комитета начальников штабов Мартин Демпси. Бывший министр обороны Роберт Гейтс с бывшим шефом еще жестче. Иметь превосходство над ИГИЛ конкретно в воздухе или силами, дислоцирующимися в Ираке, нереально. Поэтому наземная операция будет. Обама просто загоняет себя в ловушку. Сам Обама в Тампе, где располагается центральное командование, прилетел с новостями. В широкую коалицию против ИГИЛ согласились войти уже 40 государств. В одиночку воевать вам не придется, подбадривает Обама офицеров на авиабазе МакДил. Мы будем бороться с ИГИЛ и в конечном счете уничтожим его благодаря все объемлющей и устойчивой стратегии борьбы с терроризмом. Будь то Ирак или Сирия, террористов постигнет та же участь, что и постигла когда-то лидеров Аль-Каиды. Мы отвечаем за свои слова. Отвечают Обаме-исламисты роликом под названием «Пламя войны». Замедленные кадры, голливудские спецэффекты, все, чтобы передать ужасы американских солдат. Как и положено трейлеру, завершается видео, анонсирующим «Скоро» на черном фоне. Никогда прежде террористы не снимали сами себя. Исламисты используют то, что их предшественникам не снилось. Приложения позволяют следить за новостями джихада онлайн. Работает даже интернет-магазин где-то в Индонезии. На месте уничтоженных спецслужбами страничек моментально возникают новые. На одной из них накануне опубликовали воззвание к волкам-одиночкам в Америке с призывом атаковать оживленные туристические места Нью-Йорка, Лас-Вегаса и Техаса с помощью самодельных бомб. Инструкция прилагается. Мы весьма обеспокоены тем, что возможностей ИГИЛ на сегодняшний день гораздо больше, чем у Аль-Каиды. ИГИЛ используют социальные медиа для выражения своих целей, для поиска рекордов и для внушения гражданам своих идей. А значит и в войне за умы, в которых боевики так изощренно сеют ужас, США тоже будет нелегко. Идеологи ИГИЛ, видимо, не случайно обратились к тактике информационной войны. Похоже, они знают, что нащупали слабое место. По данным Гэллопа, уровень доверия граждан к СМИ в США упал до исторического минимума. Своей четвертой власти сейчас доверяет лишь 40% американцев. Валентин Богданов и Виктор Казаков. Вести из Нью-Йорка. Госдума готовится рассмотреть законопроект, ограничивающий долю иностранных акционеров в уставном капитале российских СМИ. Голосование состоится уже на следующей неделе, а в силу закон должен вступить с января 2016-го. Как поясняют в Нижней Палате, речь не идет о запрете иностранцам получать дивиденды от отечественных медиакомпаний. Поправки касаются именно управления средствами массовой информации. Спикер Сергей Нарышкин подчеркнул, что среди сотни обычных осколочно-фугасных десятки фосфорных боеприпасов. У меня в руках сейчас находятся контейнера от фосфорной мины снаряда. Процесс его образования таков, что при взаимодействии с кислородом происходит возгорание фосфора. Либо во взаимодействии с горючей смесью. Сначала загорается фосфор, потом разогревает до 800 градусов, после чего срабатывает сам заряд снаряда. Это практически даже не против нас. Они сбрасывались туда, как ни странно, там, где нас нет. Так против кого? Против кого они вообще воюют? Перед тем, как подорвать так называемую закладку, ополченцы выставляют оцепление. Два километра надо всех очистить за два километра. Взрыв делают направленным, вниз, чтобы осколки снарядов даже случайно никого не убили. После подрыва на месте белые пятна. Вот следы от горения фосфора, видите, оплавленные. Это ядовитые. Белый налет, черная плавленная земля, это следы от горения фосфора. Вот они. А подразделения вооруженных сил Украины продолжают наносить удары по позициям бойцов ополчения и пожилым кварталам городов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Под огнем по-прежнему улицы Донецка. В нашем распоряжении оказалось видео с беспилотного аппарата. Это район аэропорта. Здесь продолжаются боестолкновения. Наблюдатели каждый день фиксируют случаи нарушения режима прекращения огня. Украинские подразделения, которые находятся в старом здании терминала, предпринимают попытки с боем выйти из окружения. Бойцы армии ДНР еще до подписания минского протокола взяли в двойное кольцо группировку. В ходе таких попыток артиллерия силовиков, которая находится в Маринке и Авдеевке, открывает огонь, но снаряды взрываются на окраине Донецка. Вот, хорошо видно, в результате попадания практически разрушен автосалон, здание в огне. Взрывы опять и в Петровском районе, прямое попадание в жилой дом обстреливали сегодня и Киевский район города. Интенсивность артиллерийских ударов растет, несмотря на перемирие. Растет и разочарование в связи с действиями украинских силовиков. Здесь, в Донецке, действительно не понимают, в чем тактический смысл убийств мирных жителей. Не понимают и как дальше верить в обещания киевских политиков, которые, похоже, пока не могут остановить удары пожилым домам. Евгений Поддубный, Александр Пушин и Дмитрий Масленников. Вести. Восток Украины. Сегодня между силами самобороны Донбасса и киевскими силовиками должен был состояться очередной обмен пленными. 50 ополченцев на 50 военных. Но он не состоялся. Украинская сторона так и не подготовила списки пленных. В Донецк тем временем возвращаются те, кто последние недели и месяцы провел в руках украинских спецслужб. О том, что им пришлось испытать, эти люди рассказали нашему корреспонденту Алексею Кулику. Активная стрельба со стороны Донецкого аэропорта происходит почти каждую ночь. Группировка украинских силовиков уже который день пытается вырваться из блокады. Аэропорт полностью разрушен. Продовольствие почти на исходе. И удерживать позиции становится все сложнее. В основном снаряды летят в жилые дома и дворы. Каждый раз, когда начинается активная стрельба, бегут в подвалы или бомбоубежище. Мы вчера залезли в пол одиннадцатого утра. В пол седьмого я вылезла. В туалет и домой. В туалет и домой. У меня дитё сутки голодное сидело в подвале. Сколько это будет продолжаться? Под миномётный удар попала вот эта гимназия. От классов ничего не осталось. Снаряд Града попал прямо сюда, в крышу школы номер 33. Сейчас на месте четвёртого этажа пепелище. По вполне понятным причинам, армия ДНР привлекает военнопленных для разбора завалов и ликвидации последствий таких точечных арт-ударов. Пленные утверждают, они не знали, что стреляют по обычным мирным жителям. Им просто дают координаты. Пока мы здесь, мы увидели всё наоборот, как это не так, как украинская армия бомбит гражданское население, дома рушит, родомы, детсады. Дети ни в чём, гражданские люди не страдают, очень жалко. Нам стыдно. Мы сами в шоке, потому что мы уже пришли не вас защищать, а сюда как к бандитам, к вам с оружием. Пленные украинские солдаты говорят, что они ни в чём не нуждаются, кроме свободы. Обращаются с ними гуманно. Чего не скажешь о тех, кто вернулся из украинского плена. Вот два ребра, вот три врослова. Выпирает куст. Вот это остались от этих отзаживок. Но это ерунда, это восходят вот такие руки. Сейчас этих вот пальцев полностью, вот этих вот сторон я не чувствую. Ожоги, незаживающие язвы и психологические травмы. Такими ополченцы зачастую возвращаются домой. Алла Андреевна возила гуманитарную помощь в Славянск. Арестовали за то, что кормила ополченцев. Ну убивали. Я женщина. Каждый проходящий укр, который проходил, когда нашёл удостоверение ДНР, по голове бил и говорил, сучка сепаратистская. Ты кормила их, тварь. Держали в яме с мешком на голове. Несколько раз собирались расстрелять и закопать на месте. На территории аэропорта в Краматорске. Насиловать хотели. Вот есть свидетель, которому меня предлагали насиловать, чтобы его выпустили. Есть даже такие свидетели. Мы видим именно звериное отношение, нечеловеческое. Людей пытают, людям выжигают на теле надписи сепара, да? Сепар. Сепар. Фашистские кресты на ягодицах. Да, фашистские кресты на ягодицах выжигают. Аллу Андреевну сломить не удалось. Она готова дойти до Страсбургского суда, чтобы доказать факт применения бесчеловечных пыток к военнопленным. А пока она помогает своим товарищам, сборам и раздаче гуманитарной помощи. Вернувшимся из плена попросту нечего надеть. Одежду собирают не то, чтобы с миру по нитке. Большинство гуманитарных грузов поставляют из России. Эмоции в отношении и Украины, и России бывшие военнопленные не скрывают. Зашла к Укровскому пленному, достала сигарету и протянула. Говорю, я вышла из плена, на тебе сигарету. У него ноги нет. На, покури. Я тебе даю сигарету. Потому что мы не такие звери, как вы. Он заплакал. Алексей Кулик, Азат Атагонов, Андрей Руденко, Вести, Донецк. Президент Украины Петр Порошенко сегодня прибыл в США и уже выступил в Конгрессе. Украинский лидер приехал за поддержкой Вашингтона, а накануне с той же целью побывал в Оттаве, где некоторые пассажи в его речи вызвали овации. Не столь восторженный прием готовят тем временем Порошенко на родине. Правый сектор обещает ему судьбу предшественника Януковича, если тот вовремя не опомнится. И в отсутствие президента в прессе появилось сообщение о том, что вариант одобренного Радой закона об особом статусе Донбасса кем-то исправлен после его принятия. О предвыборных настроениях в Киеве Ольга Мещерякова. Этой ночью в Фейсбуке заявление лидера правого сектора Дмитрия Яроша на интернет-пространстве евроинтегрированной позавчера Украины, где легитимность президентских выборов, как высшее достижение демократии, прямая угроза президенту. Если Петр Алексеевич Порошенко не опомнится, у нас на Украине будет новый президент и главнокомандующий. Если кто в это не верит, то пусть напишет письмо Януковичу. Тот подтвердит, что неосуществимое осуществляется. Ярош продолжает президентский закон об особом статусе Донбасса, где неподконтрольным Киеву регионом на три года передано право на самоуправление. Тем, кто сражался на стороне ополчения, гарантирована амнистия, антигосударственный мятеж. Голосование депутатов Верховной Рады, 277 голосов в поддержку закона, не имеет юридической силы. Тему подхватывает командир группировки Организации украинских националистов Николай Кахановский. Цитата «Украину продали». Предложение Яроша устроить переворот обретает практическую форму. Установить в стране национальную диктатуру, уничтожить олигархат, ввести военное положение и сражаться до победы. Все, что теперь так близко, некогда соратница президента в борьбе за правое дело Юлия Тимошенко. Она назвала законы о Донбассе антиукраинскими. Ее соратники по партии «Бытьковщина» намерены оспорить документ в Конституционном суде и уже собирают подписи. Еще не поздно вернуться на проукраинские патриотические позиции и наложить вето на оба закона, учитывая то, что после принятия этих законов никакого мира не наступило. Трактовку Тимошенко корректирует радикал Лешко. Еще жестче, еще понятнее, чтобы избиратель проникся. Они проголосовали за особый статус Донбасса, за то, чтобы сепаратисты, убийцы, преступники были амнистированы, за то, чтобы те, кто развязал войну на Донбассе, баллотировались в органы власти, начиная с сельских советов до Верховной Рады. Если мы хотим мира, мы не должны отдавать Донбасс и лишаться своих территорий. Это измена. Это капитуляция Украины. Нет, не Украины. Это капитуляция президента Порошенко. Вся эта полемика в отсутствии первого лица. Президент Порошенко отправился в Северную Америку. В Канаде подбурные аплодисменты комментируют ратификацию соглашения с Европой. Это было последнее досвидание от Украины Советскому Союзу. Это был последний Рубикон, который мы должны были преодолеть, и мы никогда уже не вернемся назад к нашему ужасному прошлому. После этого его уже ждут в Америке. Порошенко еще не знает, что последнее допобачение ему готовы устроить на родине. И с радостью принимает подарок от американских друзей. К визиту украинского президента в Сенате внесли на рассмотрение законопроект в поддержку свободы Украины, новые жесткие санкции в отношении России и прямую поставку оружия Киеву. Я прошу, чтобы США были сильными, следовали своим принципам и продолжали усиливать санкции против агрессора. Они важны по многим причинам. Санкции помогли нам определить, где плохое, а где хорошее. Они помогли нам защититься, выстоять, опираясь на моральные принципы и не скатиться в индифферентность и прагматизм. Вместо отбывшего по делам государственной важности президента за двоих оправдывается спикер Верховной Рады. Критично ставлюсь. Это голосование, это следствие переговорного процесса. Я уверен, что Верховная Рада Украины должна была дать возможность президенту реализовать его мирный план. На фоне всей этой дискуссии в прессе появляется сообщение. Закон об особом статусе Донбасса под шумок исправили. В первом варианте, за который проголосовали депутаты, значилось границы особых донбасских регионов определяет Верховная Рада. Но почему-то утром на парламентском сайте уже совсем другой текст. Территории устанавливает руководитель антитеррористического центра при СБУ. Становится понятно, партия войны вышла на предвыборную дистанцию. Первый выстрел точно в цель. Я предполагаю, что как раз в результате того, что пытается сделать нынешняя партия войны, кровь придет в Киев. И они сейчас диктуют, незаконное формирование диктует украинскому народу свою волю. И они сегодня как раз и составляют быть тех, кто находится при власти, исполнителями воли по разжиганию этой войны. А война здесь, прежде всего, в интересах американцев проходит на территории Украины и в интересах, безусловно, крупного капитала киевской власти. Официальному Киеву нужна была карманная рада. Та, что всегда поддержит антироссийскую риторику и по первому требованию отправит маршем войска на Донбасс. Первый шаг президента на предвыборном старте – создать коалицию из провластных движений. Но кроме собственной партии солидарности и карманного боксерского удара, желающих попасть в президентский блок оказалось немного. В очередное отсутствие президента он и на партийный съезд не смог приехать первым номером. Президентского списка назначает себя мэр Киева Кличко. Но главный вопрос, который волнует всех – когда в кранах появится горячая вода. Чтобы горячая, холодная вода протворилась в горячую, ее нужно подогреть. Заразумело. Для чего потребен газ? С газом мы ждем, когда нам дадут газ. Газа нет. Переговоры с Порошенко о выступлении единой команды начали было Яценюк и Турчинов, но амбиции не позволили договориться. Созданный Яценюком Народный фронт отправляется на выборы самостоятельно. Высказывание премьера с каждым днем все радикальнее. Их позиции возвращают нас в прошлое олигархическое. И Яценюка, и Ляшка, и Тегибка. Это проекты, которые чисто игровые проекты, реально не представляющие интересы какой-то части населения. А узких групп финансового капитала, что касается Юли, но это ее попытка как бы вернуться на первые позиции украинской политики, ну, очень тяжело ее реализовать. Сбройные силы Украины теперь, похоже, разменная карта в предвыборной гонке. Если у тех, кто идет на выборы единым фронтом, что-то пойдет не так, нет никакой гарантии, что удар по восточному направлению не поддержат киевским блицкригом. Ольга Мещерякова, Александр Балицкий, Александр Чуканов, Илья Кузьмин, Никита Чупин, Вести, Киев. Возвращаясь к заокеанскому визиту президента Порошенко. Независимо от внешних атрибутов американского гостеприимства и исхода переговоров, прием, который ждет его в Вашингтоне, едва ли можно будет назвать теплым. Украинскому президенту предстоит объяснить своим американским кураторам, как соотносятся его прежние агрессивные милитаристские просьбы о масштабной военной поддержке для уничтожения так называемых террористов с последними попытками замерить Донбасс и с принятием закона об особом статусе районов подконтрольных ополченцев. Также очевидно, что основная цель американского визита Порошенко – деньги. Деньги для поддержки на плаву, стремительно летящей в пропасть украинской экономики. Накануне руководство МВФ МВФ крайне жестко одернуло премьера Яценюка, решившего пожаловаться на недостаточность зарубежной финансовой помощи. За такое очередной кредит вообще могут не дать. Тем более, что судьба уже ушедших на Украину денег вызывает у фонда серьезные подозрения. В США Порошенко ждет еще один неприятный сюрприз. Там обнаружился исчезнувший был и командир батальона Донбасс Семен Семенченко. Некогда он обещал закончить войну в Москве, но в итоге растерял свой батальон под Иловайском. А сам бежал с поля боя. Завоевать высокие кабинеты Вашингтона Семенченко тоже не сумел, но зато активно дает интервью, в которых критикует Порошенко и заявляет о своих амбициозных планах. Что человек в камуфляже делает в окрестностях Белого дома, пытался понять Дмитрий Мельников. Маловероятно, чтобы командир карательного батальона Донбасс числился в списках официальной украинской делегации в США. Тем не менее, Семен Семен Семенченко уже не первый день разгуливает в камуфляже по Капитолийскому холму. По собственным словам, в Вашингтоне он ведет переговоры сразу с несколькими государственными ведомствами. В этом интервью «Голосу Америки» накануне официальных переговоров Обама и Порошенко, Семенченко сообщил, что почти договорился о том, чтобы командиры батальонов смогли пройти обучение в военной академии США «Вестпоинт». Это меры по укреплению армии и, прежде всего, созданию системы, при которой идут наказания за преступления, за отсутствие результата и поощрение тех, которые результаты добиваются. Дезертиры возводятся в ранг героев, они спасли ребят, хотя на самом деле бросили. Сейчас работают компании дискредитации по основным лидерам, которые призывают сопротивлению, то есть льются просто потоки грязи на них и внутри страны в том числе. Поэтому информационная безопасность и очень важна. Но на Украине хорошо известно, что Семенченко сам в числе первых бежал с поля боя, оставив подчиненных погибать в котле под огнем ополченцев. Подтверждений каких-либо встреч с официальными лицами США Семенченко не представил. Достоверно известно лишь, что в Штатах командир Донбасса общался с представителями украинской диаспоры. Она здесь насчитывает до 15 миллионов человек. Накануне вести спрашивали у чиновников Госдепа, зачем и почему приглашению одиозный командир каратели обивает пороги американских ведомств. Мне неизвестно о каких-либо встречах официальных лиц США с этим командиром во время его пребывания здесь. Я не могу говорить за членов Конгресса, и они, наверное, этого бы и сами не хотели. Но нет никаких встреч с представителями исполнительной власти, о которых мне было бы известно. Я снимаю балаклаву. Не исключено, что миссия Семенченко в США скорее популистская. Его батальон отличался особой жестокостью по отношению к местным жителям. После совершенных преступлений батальоны Донбасс и Айдар теряют популярность даже среди ярых сторонников киевской власти. Здесь, в США, он активно критикует верховного главнокомандующего, который в эти минуты прибыл в Вашингтон. Я не представляю, каким образом можно отдать фактически все той стороне и простить всех. А они ведь нас не простят. Семенченко, чье настоящее имя Константин Гришин, студент в ГИКа, изучавший режиссуру сериалов, сейчас открывает новый политический фронт, готовится баллотироваться в Раду и делится с голосом Америки своей политической платформой. Я, например, принял для себя решение и взять с собой также тех бойцов, которые для этого готовы, идти в парламент с группой, в том числе и с мэром Львова. Потому что, когда разделяют страну, рассказывая одной части про бандеровцев, а другой про москалей, а пока это происходит, пока мы ругаемся, шарят по карманам, это недопустимо. Нужно эту страну сшивать. Я хотел бы в парламенте сделать все для того, чтобы страна стала фактически вторым Израилем. И фон, и форма для этого интервью были выбраны явно не случайно. Неизвестно, пустили ли Семенченко внутрь хоть одного официального органа власти. Так или иначе, его визит в США не мог остаться незамеченным для американских спецслужб. В Вашингтоне каждый полевой командир на особом контроле. Дмитрий Мельников, Вести. Европарламент сегодня принял резолюцию с призывом к новым санкциям против России. Достигнутые Москвы результаты в мирном процессе на Украине депутаты, судя по всему, так и не заметили. Или не хотят замечать. Теперь они предлагают Европе перестать сотрудничать с нашей страной в ядерной сфере, исключить Россию из системы международных расчетов SWIFT. При этом в Брюсселе с досадой признали, что все же не имеют права отменить проведение следующего чемпионата мира по футболу в России, поскольку это право изначально принадлежит только FIFA. А там уже заявили, что ничего подобного делать не намерены. Несколько минут назад боевики группировки ИГИЛ разместили новое видео с еще одним британцем Дэвидом Кентли. На нем заложник, так же, как и его предшественники, облачен в оранжевую рову тюрьмы Гуантанамо и призывает остановить западные силы, которые борются с террористической организацией. Отличие этого ролика в том, что он был снят не в чистом поле, как предыдущие, на которых были убиты двое американцев и один британец, а в помещении. И выступающего, к счастью, не убивают. Тем временем лидеры британских мусульман призвали радикалов исламского государства освободить другого подданного Великобритании Аллена Хеннинга. Совместное обращение представителей различных течений ислама сегодня было опубликовано в газете Independent. А власти Австралии, видимо, напуганные такой активностью экстремистов, провели этой ночью самый крупный в истории страны контртеррористический рейд. Проверки прошли в Сидне, Логане и Брисбане. Задержаны 15 человек, которые, предположительно, могут быть связаны с ИГИЛ. Сами боевики уже в открытую грозят штатам. В интернете появился ролик о готовности радикалов к великой битве с американцами. На этом фоне Барак Обама заявил, что вводить войска в Ирак все же не будет. О том, что или кто его останавливает, репортаж Валентина Богданова. Вернувшийся из Вьетнама с ранением лейтенант Джон Керри и сам бы, наверное, взял в руки плакат, чтобы крикнуть на весь Сенат «Нет новой войне». Но 44 года спустя госсекретарь Джон Керри по другую сторону. Это не война в Персидском заливе 91-го и не война в Ираке 2003-го. Во-первых, на этот раз американские солдаты не будут участвовать в боях. Субтитры делал DimaTorzok